Всем доброе утро! У нас на часах 6.45. Я сажусь завтракать. У меня кружка кофе, омлетик, один данон, йогурт натуральный, без всяких добавок, и два кусочка хлебушка. Не знаю, может быть два съем, может быть один. Так, всем, кто будет сейчас завтракать, приятного аппетита! Хочу немножко с вами поболтать, пока буду завтракать. Вчера, значит, вечером я уже лежала в кровати, ну, лазила там в телефоне, в интернете, и Захарчик у меня сидел, мультик досматривал. Вот. Я его, значит, зову спать. Пришел он ко мне в кроватку, чувствую горячий. Думаю, дай-ка померю я ему температуру. Мерю температуру 37.6. И плюс ко всему у него еще понос, диарея. В общем, сегодня в детский сад мы не пойдем. Сегодня уже у него температура нет. Все нормально. Померила 36.5. Думаю, понаблюдаю за ним сегодня, в садик его не поведу. Пусть побудет дома у меня. Вот. И милашку решила заодно оставить дома, потому что у нас там сегодня прием у стоматолога. И мы немножко не успеваем. То есть у нее еще будут уроки еще идти, и уже надо быть к стоматологу. Думаю, что ее дергать с уроков потом? Ладно, пускай уже дома останется. Так что сегодня малышня у меня дома. Сейчас будем папу ждать нашего. Часам в десяти, наверное, приедет. Артемка у меня еще спит. Я уже сходила в 6 утра, персика выгулила. Каждый день, каждое утро гуляем в 6 утра. Он уже привык. Что-то, наверное, я дононты не буду есть. Нет. Мне это хватит. У меня здесь, кстати, в омлете пельмешки есть. Захарка вчера кушал вечером пельмешки. Не доел. Я их немножко обжарила и яичком залила. Чего добру пропадать? Позвонила мне только что дочь старшая. Сидит уже в самолете на Камчатке. Сейчас будет вылетать. Бабушка говорит, там плакала. Ну, понятно, плакала. Теперь, когда увидимся? Когда они увидятся, не знаю даже. Мне, как всегда, моя подья с кофе. Папа наш уехал наконец-то на дачу. В каком смысле наконец-то? Наконец-то мы разберемся с этой дачей уже. Господи. Уже надо ее на продажу выставлять. Мы все никак не могли туда вырваться. Сколько мы уже не были там? Ну, долго. Недели три-четыре, наверное, мы не были на даче. Так, позвонил мне сейчас с дачей, сказал, что там, оказывается, у нас еще и урожай нужно собрать. Я думала, там уже ничего и не будет, а там, оказывается, перцев куча, помидоров и красные, и зеленые, и кабачки, и яблоки. В общем, сейчас пособирает, все привезет, буду разбирать здесь весь этот урожай, думать, что с этим совсем делать. Вот, поехал, сейчас наведет там немножко порядок, вывезет заодно вещи, которые, ну, которые нам самим нужны, которые мы продавать с дачей вместе не будем, которые оставаться там не будут. Вот, и что? И, наверное, будем выставлять уже ее на Авито, на продажу. Так, милашку свозили к стоматологу, остался у нее еще один поход, вот, к зубному врачу, и, в принципе, все, зубки у нее будут все здоровые. Ой, Захарчик, не тряси, сыночек, не тряси. Ну-ка, мой маленький сыночка. Что, кто это у тебя такой? Динозавр. Это динозавр у тебя? Лего? Лего. Лего-динозавр. Так, Артемка у нас в школе, сегодня какой-то такой вот ленивый день, ничего не хочется, и даже сегодня не кушать не готова. В принципе, у меня там было, и супчик было, и котлетки, и макарошки, такой ленивый день, ничего не хочу. Завтра мы поедем в Чебоксары, наверное, поснимаем вам, если будет там что-то интересненькое, вот, поснимаем. Приехал муж из дачи, привез вот такой вот улов. Тут у нас перчики, помидорки, помидорки немножко подавились, он положил сверху, вниз, получается, положил вот эти вот спелые, сверху зеленые, вот зеленые подавили спелые помидорки. Ну ничего, так, скушаем. Так, вот перчики, и сейчас покажу еще помидорки зеленые. Сюда пока их положила, я думаю, что они дойдут. Вот такие помидорки. Это кто такая пришла? Я Милана. Ты Милана? Да. Откуда ты пришла? Со школы? Со школы. Ура, сегодня пятница, да? Ура, ура, ура. А уроки все равно нужно сегодня будет сделать доченькам. Потому что мы куда завтра едем? На Волгу. На Волгу едем. Так, устала, так жарко было. Устала, жарко было. Как дела-то у тебя? Хорошо. Все хорошо в школе, все хорошо? Давай сразу в шкафчик вешай. Сегодня поделку делали. Поделку? Ты домой ее принесла? Не принесла, потому что нам сказали не оставить пока что. Поделку мы приклеили палочки на картон. И потом лили на сами палочки. Так, ребятки, у меня, значит, уже приготовилась практически готова запеканка. Вот такая румяная она получается. Сейчас я ее засыплю сыром. Сверху посыплю и уберу в духовку еще минуток на 5-7. Вот, сыра хотелось бы, конечно, побольше. У меня вот немножко совсем. Артемка у меня любит, когда сыра прям много. Ну, вот был всего лишь такой небольшой кусочек. Тут я поставила у меня картошечка вариться. Будет пюре картофельное. Так, супчик готов. Тут, значит, у меня что? Тут у меня перчики. Вот они приготовились. Вот такие вот хорошие, вкусненькие получились перчики. И вот в этой большой кастрюльке у меня компотик настаивается. С утра сварила компот уже, в принципе, остыл. Можно сливать его в графин. Вот осталось придумать, что мне сделать с этими бананами черными. И сейчас вот у меня здесь кефирчик уже согрелся. Можно сделать, можно начинать делать оладьи. И, в принципе, на сегодня изготовка будет закончена. Вчера купили милашки. Так, тут белье лежит, не обращать внимания, надо гладить. Купили милашки единорожку, да? Так она прям захотела такую единорожку. Нравится? 400 рублей всего лишь. Такая милая игрушка. Хорошенькая. Покажи, дочь. Такая миленькая. Прям хочется ее трогать, да? Глади. Такая трогательная единорожка. Милаш, что делаешь там? Смотрю. Что смотришь? Милана, кстати, у нас в лайк снимает. Приложение лайк, да, доча? И она снимает туда видосики. Я буду сниматься. Да. Киса моя. Кто тут у нас? Кто тут у нас такой? Персей, он Маруся сидит. А вот Маруся. Так, ну тут у нас ничего не поменялось, как всегда. Все еще этот диван стоит. Маруська сидит. Ой, ручки свои чистит. Да. Когтики дерет. Надо подстричь когтики. И уже такие когти у нее длинные. И искупаться надо бы давно. Мы уже не купались. Мы ее купаем. Прям в ванну набираем. Водичку. Туда ее запускаем. Там ей очень нравится купаться. Она прям вот, не как вот кошки, знаете, не любят купаться. Это прям любит. Она прям ходит там по воде. Бродит по всей ванной. Любит водичку. Теплую водичку любит, да? Маруся. Маруся. Вон, видите, как подрала. Вот поэтому мы его увозим. Это вот эта безобразница, да? Вот эта безобразница, это дивану. Нет еще. Ой, какие там когти у тебя черные, грязные. Дивану нет еще и года. Вот эта вот безобразница нам весь диван разодрала. Поэтому купили стол, а диван увозим. На Волгу увезем его. Да? Кс. Что за безобразница такая? Разодрала весь диван. Вчера дочь у нас приезжала, наша старшая, но она приезжала уже поздно. Около 10 вечера я даже снимать не стала. Она забежала по-быстренькому, отдала подарки, которые бабушка передала. Бабушка с дедушкой, которые передали Миланке. Миланке, Захарке и Артемке. Артемке там денежку передали, Захарчику рюкзачок, кепочку и как называется дочь он? Бластер, да? Бластер? Бластер. У нее здесь прям расстегивается курточка, да? А волосики покажи. А волосики очень красивые. Какие волосики у нее. Прям такая здоровская кукла. Вот у нее тут расстегивается. Да. Здесь расстегивается. И там ее платьишко. Там платьишко у нее. Очень такая классная кукла. Красивая, да? Мне она очень нравится. Нравится тебе? Бабушке с дедушкой, спасибо. Очень красиво. Еще бабушка передала такую вот вкусняшку. Как она называется? Называется Джули Понг. Да, Джули Понг. Вот я у нас не видела такое. Вот, слушай. Как она? Кром. Кром. Готовка к употреблению. Это что такое вообще, дочь? Это какие-то вот такие вот зернышки. Я не знаю, что это такое. Воздушный рис, наверное, да? Да. Сладенький. Воздушный рис, конечно, я видела, продается. Это такой корень. Но он такой прессованный, наверное, все знаете, да? А тут оно прям другое. Сейчас покажу. Они как зернышки. И такие они прям вкусные. Прям очень вкусные. Мне захару понравилось. Вот такие вот маленькие зернышки. Вот такие. Легкие-легкие, но такие вкусные. Я у нас здесь такого не видела, чтобы продавали нигде. Ни в одном магазине не встречала. Прессованный, да. А вот такой нет. Ну, очень вкусно. А то вот на Камчатке такой продают. Сейчас я вам даже скажу. Нет, это не рис. Это пшеничная крупа. Сахарный сироп, кокосовое масло, сироп мальтозы. Или мальтозы, мальтозы. Цветная карамель, соль. Ну и все, в принципе. Ванилин. Пшеничная крупа, не рис. Вкусно очень. Чего делаешь? Ловлю ртом. Ловит вот эти вот зернышки теперь, джулипонги. Ртом. Так, милаш, с пола только надо будет все собрать. Ну ты сильно-то не подбрасывай. Не получается. Ну хватит разбрасывать. Жалко ведь. Они такие вкусные. Сейчас персик, пылесос, все соберет. Вот, кстати, там рюкзачок висит, который... Поверни, милаш, немножко сюда рюкзачок. Немножко в мою сторону. Вот такой рюкзачок с пауком. Захарчику. И кепочка где-то. Покажи кепочку. Где кепочка? Он там на цветах, по-моему, Захар повесил. Кепочка тоже с пауком. Она с пауком или с человеком-пауком? С пауком. С пауком вот такая вот кепочка. Но это уже на лето ему. Сейчас уже, конечно, холодно в кепке ходить. Летом будет уже зажигать. Рассекать на волке. Да, доча? Угу. Да. Зажигать надо. А бластер где его? Он его с собой, что ли, забрал? Нет, бластер в рюкзаке. А, в рюкзаке, покажи. Сейчас я могу даже показать, как он еще. Угу. У него там он светит лазер, да, есть? И пульки. Так в меня не надо. Вот так. А лазер покажи на пол. Нет, он, если сильно очень не надавит, у него пульсовый. Ну, в общем, есть там лазер, да? Вот. Вот такой. Ну, такой вот бластер. Прикольный. Девочки, хочу на сегодня с вами попрощаться. Вот. Я сейчас пойду схожу в душ. Потом мы попьем чайку с мужем и будем отдыхать. Всем добра. Пока.